26 лет назад во Владивостоке появилось содружество, где жители города и края избавляются от зависимости, которую принято считать серьезной болезнью. Оставаться трезвыми и помочь другим обрести здоровый образ жизни – главная цель содружества анонимных алкоголиков. Те, кто победили желание выпить, сегодня не скрывая рассказывают о том, к чему приводит злоупотребление спиртными напитками. Это программа «Время говорить», меня зовут Анна Бережная. На студии сегодня Алексей и Олеся, члены Содружества анонимных алкоголиков. Здравствуйте. И Марина, член Содружества АУАНО. Здравствуйте. Добрый день. Для начала, наверное, стоит рассказать немножечко подробнее о том, что же такое Содружество анонимных алкоголиков и что это за известная многим программа «12 шагов», но при этом немногие знают, что конкретно представляют себе эти шаги. Вот хотелось бы чуть подробнее об этом сейчас поговорить. Ну, программа… А, нет, это сначала Содружество анонимных алкоголиков. Содружество – это сообщество мужчин и женщин, которые осознали, что у них одна проблема – алкоголизм. И способом решения выхода из этой зависимости является программа «12 шагов». Анонимные алкоголики, как сообщество, не имеют другой цели, как только помочь другим алкоголикам обрести здоровый, трезвый образ жизни. Это единственная цель, и поэтому наше сообщество не имеет никаких коммерческих интересов. Мы не имеем… Наш членство в сообществе не подразумевает под собой никаких денежных взносов. И у нас, еще раз повторюсь, одна цель – помочь другим алкоголикам избавиться от этой зависимости. Мы чуть подробнее потом обязательно на некоторых шагах программы остановимся, потому что это достаточно сложные шаги, не все так просто, как кажется, прошел, и на том успокоился, и излечился от этого недолго. Нет, действительно, очень серьезные шаги, которые делают все, кто является членами Содружества анонимных алкоголиков, но при этом они очень тяжело даются многим. А вот сейчас мне бы хотелось, во-первых, рассказать, почему вы сегодня в масках. Насколько я знаю, это один из обязательных пунктов членов Содружества анонимных алкоголиков, не показывать своего лица. Почему? В чем причина? Олеся, может быть, вы расскажете? Принцип нашего сообщества, основной и важный, главный принцип сообщества анонимных алкоголиков – это анонимность. Мы предпочитаем оставаться анонимными во всех наших контактах с прессой, радио и кино. Для меня, я могу поделиться только своим личным опытом, как я понимаю, этот принцип анонимности. Для меня здесь важны именно идеи анонимных алкоголиков и личный пример. Идеи, а не сами личности. То есть я говорю о привлекательности наших идей, о том, что мне помогает оставаться трезвой, как мне это помогает и что мне это дает. Давайте немножечко внесем точность некоторую. Чем, на ваш взгляд, алкоголик отличается просто от человека, выпивающего периодически? В чем вот это основное отличие? Мне кажется, что у любого алкоголика наступает такой момент, когда от него отвернутся все – жены, дети, родители. На работе говорить уже не приходится. Так вот, чтобы не дожидаться до этого момента, когда наступит полный крах, в общем-то, можно определить, ну, если не врать себе, проблема будет ясна достаточно… Сразу и ясна. Да, достаточно сразу. И поэтому говорить о каких-то особых симптомах, мы все их знаем. Мы знаем о том, что запой – это главный показатель того. Невозможность контролировать количество выпитого – это тоже показатель. Если стоит выбор, идти на работу или выпить лишнюю рюмку, алкоголик обычно выбирает лишнюю рюмку, вне зависимости от того, что его ждет завтра. Он не задумывается об этом. Единственным способом, чтобы избежать всех болезненных симптомов жизни, для него один существует – это стакан. Все остальные, как бы, они не действуют. Ну, вкратце, наверное, так. Я думаю, что каждый понимает, что либо он стоит на краю, либо уже переступил эту черту. То есть это и есть. Другое дело, что не все стараются, не все могут, хотят себе в этом признаться. Мне кажется, у всех причины разные, да, появление этого недуга страшного. Но вы сегодня готовы поделиться своими историями. Не могли бы вы их рассказать, да, как вы видите, в чем причина была у вас алкоголизма? Олеся, наверное, вам слово. Ну, для меня алкоголизм – это в первую очередь некое такое безумие. То есть, ну, моя жизнь была похожа на вот процесс, как я качусь с горы. Я качусь стремительно, очень-очень быстро. Я понимаю, что я теряю все-все на свете. Это работу, семью, ребенка, вот, дружбу, какие-то контакты. От меня постепенно отворачиваются вот все мои родственники, друзья. И мое желание, я понимаю, что мне нужно бросить пить. И вот это вот осознание, что нужно бросить пить, и желание, они как-то вот, ну, не соответствовали. Я искренне хотела бросить пить, но у меня это не получалось этого. И каждый раз, пройдя какой-то определенный курс лечения или, ну, вот, предприняв какие-то меры для того, чтобы, вот, ну, остановить употребление, сам процесс употребления, я напивалась снова и снова. Для меня алкоголизм – это то мое внутреннее состояние, состояние души, когда я не удовлетворена вообще этой жизнью абсолютно. Для меня серое небо, серое солнце, работа, а для чего она нужна, какие-то, ну, проекты, а для чего они нужны. Ну, не было мотивации абсолютно. И мне казалось, что как только я перестану употреблять, моя жизнь станет налаживаться каким-то образом. У меня были попытки бросить употребление несколько раз на, ну, разные периоды времени, но я понимала, что моя жизнь становилась еще хуже. Я не могла жить трезвой. Я не могла воспринимать этот мир трезвыми глазами. Я не могла с людьми общаться на трезвую голову или решать какие-то конфликты. И каждый раз, ну, вот, результатом этой трезвости было употребление. А как только было употребление, обязательно начинался запой, начиналось опять это безумие. Вот, и, ну, и казалось, что выхода в жизни не было. Могу ли я задать такой вопрос, просто чтобы наши телезрители понимали, что сотрудничество анонимных алкоголиков действительно помогает в очень и очень сложных ситуациях зачастую. И когда как человеку кажется, что он уже опустился до такого, что он никогда не вернется к нормальной жизни, ну, все равно удается, да, многим вернуться. Вот, как вы говорите, запой, сколько они у вас злились, насколько серьезным был ваш алкоголизм? Мои запои длились от двух недель до двух месяцев. Выводили меня из запоя уже врачи, спасибо им большое. Вот, мое тело сохранено. И, ну, слава богу, помощи, благодаря помощи врачам я на сегодняшний день живая. Алексей, а вашу историю тоже так же важно услышать? Я относился к тому типу алкоголиков, который никак не мог себя признать алкоголиком. Для меня это было оскорбительно, это вообще, как бы, считал я алкоголик, это... Я не признавал ее болезней, я признавал это человеческой слабостью, то есть распущенностью, если хотите, чем угодно, но только не болезнью. И когда, ну, мой алкоголизм длился достаточно долго, не дай бог, остальным, я просто, когда я понял, что я не рулю ситуацией, я ничего не могу противопоставить своему стремлению выпить, для меня это было просто, ну, просто какой-то крах. Я пришел в анонимные алкоголики после того, как я был в краевой наркологической диспансере, там лег для того, чтобы там пройти курс реабилитации. И с удивлением узнал, что алкоголизм не лечится. Я узнал, что это навсегда. И если не врать самому себе, то единственный способ оставаться трезвым и жить, это отказаться от алкоголя. Для меня это было, скажу, непросто. И даже выбор сам по себе, решить, выбросить алкоголь из своей жизни, для меня дался достаточно тяжело. Тем более уже признание себя алкоголиком. Но если еще раз повторюсь, перестать себе врать, то в моем случае я нахожусь, точнее, на тот момент находился в реабилитационном центре. Моя семья была только рада, что меня не будет около двух месяцев на работу. Я достаточно давно не звонил, даже не знал, уволили меня или нет. Поэтому, ну, факты говорили за то, что я-то алкоголик. Но я отказывался это признать до самого конца. И все-таки это придется признать всем алкоголикам, так или иначе. Ну, и это основной шаг для того, чтобы начать выздоравливать. Олесе и Алексею помогло содружество анонимных алкоголиков. Также у нас сегодня здесь Марина. Мы озвучили такое название как Ау-Анон. Ау-Анон – это тоже содружество. Расскажите, что это за содружество, чем оно отличается от содружества анонимных алкоголиков? Содружество Ау-Анон – это содружество родственников и друзей алкоголиков. Дело в том, что алкоголизм считается семейной болезнью. И специалисты считают, что родственники, прожившие с активно действующим алкоголиком более полгода, заболевают этой семейной болезнью. То есть меняется их психика, их реакция, характер, манера поведения. Человек заболевает. И он страдает так же, как и алкоголик. Все, кто сталкивался с этой болезнью, с употребляющими родственниками, прекрасно знают, какой климат в семье. То есть это скандалы, это вранье. Постоянный стресс. Это стрессы, это отсутствие доверия, это страдают дети, страдают члены семьи. И все это приводит к тому, что люди ищут выход. Они ищут выход для своих родных, которые употребляют. И им нужна помощь самим. И, как правило, то, что нужна помощь, прежде всего, им самим, как правило, они этого даже не понимают. Это называется, если я не ошибаюсь, созависимость. Да, психологический термин называется созависимость. Но мы не психологи, у нас не психологическая группа. Это группа самопомощи. И мы стараемся не употреблять этот термин. Мы называем себя родственники и друзья-алкоголики. На группы к нам может приходить и участвовать любой человек, который чувствует, что на него оказало негативное влияние употребление его родственника или друга. А можно такой вопрос задать, Марина? Вы пришли сами сразу же в группу «Ал-Анон», либо ваш родственник, который страдал алкоголизмом, он обратился сначала в Содружество анонимных алкоголиков, и уже благодаря этому вы узнали об «Ал-Анон». Какова ваша история? К сожалению, нет. Мои родные не обращались в анонимные алкоголики. Их употребление было активным и разрушительным. И мой первый муж погиб от этой болезни, но он так и не считал себя. И я пришла в эти группы, когда в моей жизни уже не было действующего человека, который употребляет. И я пришла для себя самой, потому что даже когда в моей жизни не было употребления, я чувствовала себя точно так же, как будто я жила с человеком активно употребляющим. То есть это постоянные страхи, ожидание беды, это отчаяние, депрессия и безнадёжность. И состояние одиночества, и состояние тупика, и не знаешь, где искать выход. То есть я вот уже понимала, что со мной что-то не так. Но я не понимала, что это такое, и что мне с этим делать. И когда я пришла на группу, я почувствовала, что попала туда, куда мне надо было попасть. Жизнь меня привела именно в то место. То есть это атмосфера доверия, это атмосфера дружелюбия, искренности. И ты понимаешь, что ты можешь говорить о проблемах, о которых ты всю жизнь вынужден был молчать, потому что это стыдно. Ты всегда носишь маску и делаешь красивый вид, что как будто у тебя в жизни всё благополучно, ты успешен, у тебя всё хорошо, скрывая тот негатив, который постоянно присутствует в твоей жизни. На группе мы делимся своим опытом, силой духа и надеждой. И когда ты видишь, как люди справляются с ситуациями, ты понимаешь, что выход есть, надежда есть. И это очень помогает. Спасибо вам огромное, что поделились своими историями. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о Содружестве анонимных алкоголиков. Алексей, хотелось бы сейчас ещё раз озвучить, что же это всё-таки за программа «12 шагов». В целом, чуть более подробно рассказать, что это не просто... Существует книжка, например, программа «12 шагов», которую, как многие думают, они прочитают, и всё у них наладится, потому что зависимости бывают разные. Это универсальная книга этих «12 шагов», которая как раз подходит людям с разными зависимостями. Но, тем не менее, есть определённые нюансы, и шаги эти достаточно сложные. Многие из них даже для некоторых являются непреодолимыми, увы. Расскажите о них, пожалуйста, чуть подробнее. Основной идеей программы «12 шагов» является идея существования Бога. Или, как мы говорим, для атеистов или агностиков, сила более могущественная, чем мы. Эта сила помогает нам решить те проблемы, которые мы не смогли решить самостоятельно. Первые 4-5 шагов помогают нам разобраться со своим прошлым, с ошибками, которыми мы допустили в прошлом. Средняя часть шагов помогает нам жить настоящим. И последние шаги помогают нам строить будущее. Особенно важен в этом случае первый шаг, который, как я уже говорил, позволяет признать существование проблемы. Позволяет мне, в крайнем случае, он помог признать, что я алкоголик. Это очень важно. Узнать о существовании проблемы, признать её. И последующие шаги помогают и решить. Ещё один из наиболее важных шагов – это последний шаг. Как я уже говорил, основная задача нашего сообщества – помочь другим алкоголикам. Так вот, оставаться трезвым нам помогает именно 19-й шаг нашей программы. Мы помогаем другим. Олеся, какой из шагов вам дался сложнее всех? Я не могу выделить один. Вот один самый сложный. Для меня каждый шаг одновременно и лёгкий, и одновременно сложный. Вот. И вообще мне хотелось бы сказать, что сообщество анонимных алкоголиков было последним местом, куда бы я решила пойти в своей жизни. Наверное. Ну, это были не те люди, с кем я считала, мне нужно общаться. Ну, и они собирались не в тех местах, потому что анонимные алкоголики собираются в основном в предоставлённых им помещениях церкви, в наркологиях. Мы плачем символическую плату за аренду, и там собираемся. Вот. И, ну, я не считала, что люди, алкоголики, смогут мне помочь. Вот. И когда я пришла туда, я пришла туда только потому, что мне уже больше некуда было идти, на самом деле. Я уже везде была, я искала выход, я хотела бросить пить, я хотела что-то изменить в своей жизни. Вот. И это осталось одно сообщество, ну, вот, где я ещё не проверяла, можно сказать так. И я пришла с одной надеждой, ну, не попить хотя бы год. Вот. Хотя бы год восстановиться, наладить свою жизнь. Ну, я приду, посмотрю, послушаю это всё и уйду. Вот. Я проходила туда год, я год оставалась трезвой. И когда я стала понимать, что я остаюсь не только трезвой, а ещё меняется качественно, меняется моя жизнь, меняется моё внутреннее состояние, я осталась. Вот. Я хожу туда уже в течение пяти лет. Ну, шаги, ну, для меня это вот, ну, для меня это, ну, некий такой путь, по которому я иду, сбиваюсь, возвращаюсь, возобновляю попытки опять делать каждый день, первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шесть, все 12 шагов каждый день, по чуть-чуть, настолько, насколько я могу, настолько, насколько я готова. Правильно я понимаю, вы сейчас на данный момент пять лет в трезвости находитесь. А вы, Алексей, сколько лет в трезвости? 29 февраля будет семь. Семь лет. То есть достаточно серьёзный срок. И вот Олеся, мне кажется, сказала такую ключевую фразу, что она была везде, и нигде ей не смогли помочь, так как помогли в содружестве анонимных алкоголиков. Но, насколько мне известно, не всем это подходит, и не все справляются, увы, к сожалению. Вот какой, наверное, главный момент, на ваш взгляд, мешает людям избавиться именно в содружестве от зависимости, ну пусть не насовсем, потому что, как у вас опять же принято говорить, это неизлечимое заболевание, но тем не менее вы живёте в трезвости благодаря тому, что постоянно общаетесь, встречаетесь. Вот что, на ваш взгляд, может помешать этому? Мне кажется, это отсутствие честности с самим собой. Человек не может себе сказать правду, не хочет её повторять каждый день. Он считает алкоголизм приговором, таким клеймом, которое общество не поймёт, и, собственно говоря, если объявить себя алкоголиком, можно заканчивать жизнь прямо. В этот же день. Это совсем не так. Как я уже говорил, признание существования проблемы есть начало её решения. По-моему, это так. И ещё одна вещь, которая мешала лично мне, это зацикленность на самом себе. Некий эгоизм даже, да? Конечно, эгоцентризм. Это вот корень проблем всех алкоголиков, и мой в том числе. Марина, а сколько лет вы уже посещаете Содружество АЛАНО? Я не так давно в Содружестве, всего полтора года. И наше Содружество использует тоже программу «12 шагов», которую мы заимствовали у Содружества анонимных алкоголиков, и адаптировали её для себя. Кроме того, что сказали наши друзья об этой программе, я хочу добавить, что это программа личностного роста, самосовершенствования. То есть она позволяет увидеть себя, это как путь к себе. То есть она позволяет увидеть свои дефекты, свои недостатки, всё то, что обычно мы не хотим в себе замечать, считая, что мы делаем всё правильно, и так и нужно делать. Благодаря программе я вижу свои дефекты, это позволяет мне видеть шаги как раз программы, и я начинаю с ними работать. И это меняет меня, это меняет моё отношение к людям, к каким-то процессам, к жизни, к обстоятельствам, к самой себе. И в результате вот этого нового взгляда, который я обретаю на жизнь, меняется качество моей жизни. То есть если я пришла в Аланон человеком, раздавленным жизнью, в отчаянии, безнадёге, то благодаря пройденным шагам я научилась видеть хорошее в жизни, в людях, научилась получать от жизни удовольствие, радоваться жизни. Вот это самое главное. То есть наша программа говорит нам, что мы можем и должны быть счастливы, независимо от того, употребляет алкоголик или нет. И это действительно так. Я хочу подчеркнуть, что Содружество анонимных алкоголиков не принимает никакое финансирование, это не коммерческая организация. Есть добровольные пожертвования, например, на чай, конфеты, печенье и на, как вы сказали, символическая плата на помещениях, в которых вы должны постоянно собираться, встречаться. Интересно знать, как часто, кстати, проходят эти встречи, как часто вы посещаете Содружество? Ну, у нас встречи проходят каждый день в разных местах. На нашем сайте aaprim.ru есть расписание этих собраний. И, ну, я еще раз повторюсь, каждый день в разное время и в разных местах посещают по желанию. То есть у нас нет расписания. У нас есть рекомендации для новичков, которые говорят о том, что лучше первые 90 дней ходить как можно чаще. Да, можно посещать как можно больше собраний. И я должен сказать, что это действительно действенное. Ничто не убеждает лучше, чем посещение собраний, что нужно действовать. Сначала можно не услышать. Есть люди, которые приходят уже совершенно обездоленными. Я знаю, что вы им тоже, конечно же, помогаете. А как они помогают Содружеству? Есть также какой-то принцип, насколько мне известно. То есть они становятся как помощниками, помогают другим. Правильно я понимаю? Это называется служение. Каждый член Содружества может брать на себя какое-то служение по обслуживанию жизнедеятельности Содружества. Вносить таким образом свой вклад и помогать нам существовать. То есть мы сильны в единстве. Самое главное – это поддержка, постоянная друг друга. Это один из главных принципов, наверное, Содружества анонимных алкоголиков. К сожалению, у нас выходит время. Я знаю, что, конечно, у телезрителей еще осталось немало вопросов. Я надеюсь, что после нашей программы найдутся те, кому сможет Содружество анонимных алкоголиков помочь. В любом случае нужно, если есть такое желание, если вы признали себе в том, что вы алкоголик, обратиться в Содружество, это несложно сделать, вам обязательно помогут, вас примут. Так вот, у меня вопрос главный. Куда можно обратиться? В городе, в крае. Общий телефон Содружества анонимных алкоголиков 2-967-957. Также существуют телефоны в Артеме, Владивостоке, в Уссурийске, но их лучше посмотреть на сайт. Вас не так сложно найти, не так сложно обратиться. Я правильно понимаю, важно сделать этот звонок, сделать этот первый шаг к программе 12 шагов анонимных алкоголиков, и тогда уже все станет значительно проще. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам сегодня, что вы поделились своими историями. Спасибо за то, что вы делаете. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м. Редактор субтитров А.Семкин